Магнитогорск Оперативная обстановка на территории города складывалась следующим образом. Всего было зарегистрировано 94 преступления, 69 из которых раскрыты. Убийств на территории города Магнитогорска допущено не было. Был у нас случай причинения тяжкого вреда здоровью. Товарищ обратился уже спустя несколько дней, когда почувствовал боль. Как выяснилось, они распивали со своим малознакомым спиртные напитки. В дальнейшем этот малознакомый нанес удар в область грудной клетки. И так как кровь не текла, мужчина принял решение, что обращаться не нужно в больницу. А когда уже почувствовал себя плохо, то, естественно, вызвали скорую помощь. Также на территории города Магнитогорска было совершено 5 грабежей и 34 кражи. Из 34 краж 17 краж раскрыто. А по кражам немножко расскажите, где эти кражи, как правило, происходят, с чем они связаны? Ну, кражи происходят у нас практически везде. То есть граждане приходят сейчас, допустим, в развлекательные центры или в спортивные залы. Не всегда внимательно следят за тем, закрылись ли шкафчики. Соответственно, если определенное время замочек не выдержал, то в дальнейшем уже, конечно, дверь шкафчика открыта. Оставляют свои ценные вещи и после того, как позанимались спортом, возвращаются и обнаруживают, что шкафчик открыт, а, допустим, сотовый телефон или какие-то другие ценные вещи похищены. Также необходимо отметить, что посещают и развлекательные комплексы, танцуют, развлекаются, отдыхают, про свои сумки забывают. И в дальнейшем уже, когда возвращаются к тем местам, где находились, обнаруживают, что сумки пропали. Поэтому такие факты мы тоже фиксируем. Необходимо отметить, что буквально вчера сотрудниками полиции были задержаны два мужчины, причем они не жители города Магнитогорска. Задержали их уже глубокой ночью, пытались они снять колеса с автомобиля. Один из них это молодой человек 2000 года рождения, а второй мужчина 1966 года рождения. То есть вот два товарища, которые приехали к нам в город с целью наживы и в дальнейшем, наверное, планировали уже вернуться в те места, где проживают, чтобы здесь немножко, так скажем, совершить преступление. Ну, здесь заработать, у себя отдохнуть, да? Ну, бывает, это точно. Один 66-го, второй 2000-го года рождения, 17-18 лет, сколько ему? Получается, 18 лет ему исполнилось как раз в тот день, когда молодой человек пытался совершить кражу. И попался вот себе он такой подарок на день рождения, да? Да, к сожалению, вот не задумываются о том, что вот эти все совершения преступлений, они все-таки, в любом случае, за них предусмотрена ответственность. И ответственность предусмотрена уголовная. Наверное, также не задумывались у нас две молодых девушки, которые ранее привлекались к административной ответственности за совершение хищений из магазинов. То есть это статья 7.27 Кодекса административных правонарушений. Повторность уже предусматривает уголовную ответственность, и как только их задержали, так же с хищениями. То есть одна в одном из супермаркетов похитила шампунь, а другая похитила вещи тоже в торговом центре. Естественно, уже возбудили уголовные дела по статье 158 кража. То есть девушки тоже не задумываются. Это два разных случая, или они вместе работали? Нет, это два разных случая. Я просто привожу, обобщаю, что вот изначально была статья административного кодекса, да, а сейчас уже уголовная. Потому что повторность. То есть когда у нас совершается сначала хищение, а потом кража, соответственно, возбуждается уже уголовное дело по краже. А они думают так, что я там совершил мелкое хищение, ну и здесь у меня сумма небольшая. Ну, допустим, 500 рублей, да. А так как это повторное преступление, все-таки уже уголовная статья. Сказали, что тяжких преступлений зарегистрировано не было. Отлично. А как у нас дела обстоят с бытовыми преступлениями? Ну, к сожалению, к сожалению, преступления на бытовой почве в городе Магнитогорске совершаются. Ни для кого не секрет, что горожане употребляют спиртные напитки. И в дальнейшем уже, так скажем, происходят различные преступления. Вот буквально в выходные дни, наверное, весь правобережный район, да и весь город был взбудоражен такой новостью, когда произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на первом этаже. То есть это тоже была уже такая достаточно глубокая ночь. Дым повалил, квартира на первом этаже, естественно, соседи все перепугались. А выяснилось тоже, пока вот, конечно, мы обстоятельства выясняем, но уголовное дело уже возбудили. По части 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, это умышленное уничтожение или порча чужого имущества. То есть мужчина в квартире находился и в дальнейшем уже в квартире произошел пожар. Что это было? Поджог или просто такое стечение обстоятельств сейчас прицелье? Фабулу немножечко обрисуйте, как там могло такое произойти? Ну, пока вот на данный момент выясняют все это следователи, то есть еще пока все опрашиваются, да. На данный момент мужчина водворен в изолятор временного содержания. Поэтому с ним проводится работа, вот пока только такую информацию могу предоставить. То есть он не у себя дома был, получается? У себя дома. Он находился у себя дома со своей супругой, да. Они были вдвоем в квартире. В дальнейшем пока вот что произошло, скандал, почему начался пожар, тоже пока вот работают следователи, все выясняют. Но предварительно его поместили, поскольку в изолятор стало быть он... Так как возбудили уголовное дело. Так как возбудили уголовное дело, поэтому возбудили его в изолятор временного содержания. Мужчина ранее привлекавшийся к ответственности, поэтому вот было принято такое решение. Никто не пострадал? Был госпитализирован маленький ребенок в возрасте одного месяца. Вот на данный момент его состояние удовлетворительное, то есть находится он под присмотром врачей. Все, я думаю, будет хорошо. Ну то есть из-за дыма, да, надышался получается ребенок? Ну, видимо, да, маленький ребенок, совсем месячный. Ребенок, их ребенок? Нет, нет, ребенок это соседский ребенок. Просто вот надышался дымом и сразу же были... То есть там сильный пожар такой был, что у соседей даже быстро... Задымление, задымление. Задымление. Первый этаж, представьте, дым весь сразу потянуло наверх. И, конечно, ну и когда горит что-то в квартире, это кажется, что вроде там шалость какая-то, да. А ведь сейчас очень быстро огонь перекидывается с одного места на другое. Плюс ко всему у нас, у всех, наверное, достаточно много легко воспламеняющихся предметов в квартирах, поэтому... И дым достаточно едкий, поэтому вот, к сожалению, ребенок пострадал. Не можем обойти стороной такую актуальную тему, как мошенничество. Каждую неделю что-то дорегистрируете, кого-то дозадерживаете. Как на прошедшей неделе с этим? Ну, к сожалению, к сожалению, и на прошлой неделе мы регистрировали мошенничество. То есть если мы говорили, что у нас то пенсионеры страдают, да, то здесь у нас совершенно молодая девушка пострадала. Она тоже в социальной сети получила сообщение от своей одноклассницы, которая не то что просила денежные средства в долг, а наоборот говорила, можно я положу денежные средства на твою карточку, так как моя еще не готова. Ну, естественно, девушка пошла ей навстречу. Вот мнимая одноклассница просила, значит, все конфиденциальные данные. В дальнейшем все, так скажем, выполнив указания, девушка все написала, продиктовала. И, естественно, последним шагом это получение пин-кода было, которое также девушка сообщила вот этой мошеннице. И в последующем она уже стала получать смс-сообщение о том, что она заходила в личный кабинет и пошел съем денежных средств. Все, что было на карточке, а это 10 тысяч рублей, было снято. Ну, то есть, по сути, в таких обстоятельствах, если кто-то хочет привезти деньги, то, по сути, кроме как номер карты, больше ничего и не надо в таком случае. А здесь выкладывают и пин-код, и все-все-все. Конечно, конечно. И только потом, когда уже стали происходить снятие денежных средств, потерпевшая позвонила вот этой однокласснице и выяснилось, что страничка была взломана, и это мошенники. Ну и не могу не сказать, конечно, о наших пенсионерах, которые, к сожалению, тоже открывают по-прежнему двери. Так у нас пострадала бабушка 1928 года рождения. Пришли к ней молодые люди, представились сотрудниками газовой компании, естественно, она пошла с ними сразу же на кухню, вот, там, стали смотреть газовое оборудование, там, печь, вот, закрывали входную дверь, не закрывали. В итоге, после ухода молодых людей бабушка обнаружила, что у нее пропала крупная сумма денежных средств более 100 тысяч. То есть у нее были свои накопления, и плюс соседка ей принесла тоже на сохранение. Поэтому я призываю только к одному, если пожилой человек находится дома один, ни в коем случае дверь открывать он не должен. Кто бы ни пришел. То есть в этот момент ответьте, что приходите позже там, или будут со мной родственники, и только тогда я открою. Никто ломать дверь не будет. А, конечно, когда уже дверь открыта, видят, что человек пожилой, и уже вот пользуются его доверчивостью, совершают преступление. Ну, то есть вместо работников газовой службы пришли, получается, мошенники. Мошенники, воры, да, то есть тоже вот сейчас выясняем, как обманули бабушку, что говорили. Может быть, кто-то был еще, кто, допустим, зашел в тот момент, пока пожилой человек отвлекся. Мария, такой момент. Как изменилась работа полиции после того, как дети пошли в школу? Работа полиции, она как проводилась, так и проводится. Сейчас у нас проводится очень такое нужное мероприятие, это подросток образования. То есть вы сами прекрасно знаете, что каждый ребенок должен получать образование. Независимо, он там иностранный гражданин, не иностранный, он должен обучаться. То есть все должны получить образование, чтобы в дальнейшем уже поставить какие-то цели и достичь их. Но вот, к сожалению, на 8 сентября в школу не вышли 30 подростков. Поэтому, естественно, сейчас мы обращаемся ко всем жителям нашего города. Если вы знаете, что кто-то из соседских детей, допустим, у вас не учится или пропускает школу, то необходимо об этом сообщить. Сообщить можно как в администрацию города, в комиссию по делам несовершеннолетних, или же, допустим, в любые отделы полиции. Также у нас работает телефон горячей линии 490-457. Это комиссия по делам несовершеннолетних администраций. Звонки принимаются, поэтому рассказывайте о тех детишках, которые не получают образование. Ну вот, как раз-таки тоже речь идет о взаимодействии горожан и сотрудников полиции. Но еще ведь известно, что первое, кому нужно обращаться в случае чего, так это к участковому. Расскажите о том, сейчас конкурс какой-то у вас проводится как раз-таки среди участковых. Вчера у нас стартовало голосование, то есть на сайте главного управления МВД России по Челябинской области размещены кандидатуры лучших участковых со всей Челябинской области и идет голосование. Поэтому я призываю всех магнитогорцев поддержать наших кандидатов. У нас их три. То есть каждого райотдела мы выбрали по одному участковому, который достаточно опытный, который не первый год работает. Поэтому давайте проголосуем. Достаточно все просто. Нужно просто зайти на сайт главного управления МВД России по Челябинской области. Сразу же будет видна картинка народной участковой. И просто кликнув на нее, открываются уже фотографии. И просто написано проголосовать. Поэтому поддержим магнитогорцев. Надеюсь, что они выйдут у нас в финал. Потому что сейчас из трех кандидатур по Магнитогорску будет выбрана одна, в которой горожане дадут большее число голосов. А вот потом уже будет сложный достаточный этап, когда мы будем тоже переживать. Он будет в октябре. Нужно будет выбрать из всей Челябинской области лучшего, кто уже поедет представлять нашу область в Москву. Ну так что, друзья, голосуем. Вот таким вот, собственно говоря, нехитрым образом мы сможем понять на то, насколько, собственно говоря, во-первых, горожане активно участвуют в жизни. И то, насколько, собственно говоря, участковые, насколько активно и хорошо взаимодействуют с горожанами. В прошлом году у нас мы прямо очень рядышком были с Челябинском. То есть вот Магнитогорск и Челябинск. И буквально уже в пятницу мы, ну прям, опережали чуть-чуть Челябинск. Но за выходные дни Челябинск, так скажем, более активно начал голосовать. Магнитогорск, видимо, уже немножко решил, что все достаточно. Уже мы почти что победили. И, к сожалению, на понедельник Челябинск пошел у нас буквально на несколько голосов. И мы отошли на вторую позицию. Поэтому призываем всех поддержать наших магнитогорцев. Отлично. Ну, наверное, на этой позитивной тогда ноте будем завершать наш разговор. Спасибо большое, Мария, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Спасибо большое всем телезрителям, кто смотрел это актуальное интервью. Всего доброго, увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова